привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 4 the room находимся в своей комнате и на данный момент я могу сказать что здесь все довольно таки неплохо так что давайте продолжать насколько я помню мы разобрались с миром здания прошли по него второй раз на что делать дальше пока не сильно помню потому что с момента последней записи прошло как минимум дней 8 так по моему нам сейчас мы находимся какой бар так я и забыл как дома все плохо а по вам нам сейчас нужно что нам нужно мы по-моему в баре находились добрались до бара и а зря я вышел нам нужно сейчас позвонить по номеру бара и нам скажут новый год ну ладно посмотрим как там дела вообще обстоят так хорошо один тебе совсем нехорошо да еще одну свечку найдем я думаю потратим на тебя хорошо это действительно так я думаю может я вел этот код но нет нет не вел хорошо давайте приступать тогда кстати говорят что до определенного момента алим можно вылечить покрывается этими пятнами вылечить и становится очень сложно только есть один момент как это можно будет и вылечить по полной чуть ли не перед финальной битвой не знаю как это сделать может поймем скорее всего не догадаемся потому что вот об этом допустим я не знал об этом нигде не говорилось канале как правило делают игры в которых старается никому и ничего не объяснять так где там у нас номер что тут все в порядке все по-прежнему там летает кролик 5 5 5 3 7 5 0 5 5 5 3 7 5 0 5 5 5 4 8 9 0 так 4 8 9 0 просто позвоним хотя нам по сути это не нужно так спокойно я больше не хочу этого ой какая страшная игра я забыл так 4 8 9 0 главное не забыть этот шум только что что это было это было 4 8 9 0 пипец просто до мурашек страшно игра забываешь насколько она страшная именно в те моменты когда она собственно становится особо страшным сегодня наверное это пропускать особо много свечек потому что мы занимались таким количеством и качеством ремонта что это просто офигеть и сегодня реально просто как выжатый так хорошо 4 8 9 0 что-то мне подскажет что мы уже недалеко от финала возможно тоже это серия скорее всего и сомневаюсь но короче говоря остался только мир квартиры я думаю там все и закончится ну я не то что думаю я знаю что все закончится спасибо товарищи спойлер щеки на этом не менее так хорошо давай будем их убивать алина блин тут не убьешь особо один забыл как драться стена сверху разрушена думаю я смогу пробраться хорошо только сначала вот эти вот надоедливые твари пусть помрут алина поубивала один отойди пожалуйста на самом деле все очень плохо потому что один чувствует себя не самым лучшим образом так вот так вот иди сюда вот так это да блин отойди вы знаете это напоминает именно какой-то айкономарь ночь в летнем лагере и помню там столько же комаров было реально не самую лучшую спину хорошо или я забыл что тебе не очень хорошо говорят что можно алин что можно забрать у нее и оружие тогда она не будет вот так вот себя вести но я считаю что это все таки лишнее так спокойно муха ну алин пожалуйста отойти опять упала вниз короче очередной спиральный спуск вниз и это символизирует на самом деле мы просто движемся все ниже и ниже в какую-то пучину если раньше это было круговое движение теперь квадратная игра полна скрытых смыслов и это довертика тоже что-то значит на самом деле мы просто переходим в новый мир кстати говоря многие говорят про то что мол убей уолтера салливана приколи его с помощью меча повиновения конечно это его собственный мир которого он породил в своем сознании и он тут царь и бог какие-то мечи против него действовать не будут господи да сколько же вас да блин это просто настолько надоедливо не то что опасно и надоедливо сейчас она именно подойдет тот момент ой короче давайте спустимся там я думаю это будет попроще ну даедливые мухи ужас какой-то напали бей отлично так минус 1 минус 2 ух тишина наконец-то я понимаю алин все не очень хорошо как у тебя так и у меня что это отлично как думаете потратить свечу на или нет я думаю стоит почему бы нет и совсем кровь и и и и и и так ну допустим не полегчало пока что я не могу сказать что и определенно становится лучше ей реально плохо вот сейчас вот вроде нормально да прошло нет что-то там еще переливается на ней сейчас свеча догорит но в этой игре насколько я знаю в комментариях писали что далеко не всегда работает эта свеча она работает довольно криво да ладно не будем дожидаться когда горит это все же не всегда помогает а и и у нас босс лично ну блин айли ну как ты попадаешься ко мне а алин так хорошо что делаем алин пожалуйста дай блин ну что ж ты делаем так что это было почему они все резко начали хватать боль так так стоим тут это не тот вот вот видимо так и надо нет так не надо камера ты просто не делаешь жизнь проще да прицеливание вернее ну короче по моему мы правильно делаем когда бьем этого да да смотри и чё всё было достаточно просто патроны правда все потратили практически но кого кого это волнует верно вы я надеюсь оживать не будете или короче мне не очень это все понравилось оооо а вот это вот оказывается и есть уже настоящий спиральный спуск вниз тут уже ведут кровавые следы алин по прежнему плохо за рубежом света настоящая тьма ничего не видно заверяю вас мы идем в последний путь это явно последний поход хотя если мы пойдем по третьему кругу я не удивлюсь ох с одной стороны я не могу винить разработчиков за то что они использовали такой бэктрекинг хотя как все при любой возможности костерят именно за это в первую очередь в играх и в сайлент хилл в частности бэктрекинг то есть посещение одних и тех же локаций по несколько раз в этой игре это просто хуже этого по моему только в аллен вейке nightmar dream как она там называлась или америка nightmar я не помню там по три раза надо было проходить четыре небольших уровня здесь в принципе мы проходим одни и те же пять уровней по порядку два раза при этом они с качества сильно отличаются но с другой стороны когда все это связывает настолько необычный геймплей как постоянное перемещение по своей комнате там какие-то события и крайне интересный сюжет который реально отличается с каждым визитом на локацию происходит что-то новое в отличие от того же так что в принципе я не могу сказать что мне это не нравится многие в комментариях за это справедливо на мой взгляд ругают эту игру но тут уже дело вкуса как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные на мой взгляд это неплохо потому что локации получились реально интересными я не могу этого сказать про последнюю локацию вот этот вот мир здания но остальные реально даже водная тюрьма которой все говорят скучная скучная мне она очень нравится здравствуй попа новый год вот опять ты тут так ну хорошо чем я сюда пришел я сюда пришел сохраниться что у меня там еще есть чтобы бороться с призраками синтез я думал может вернуться я думаю сюда все вернутся вообще так из оружия у нас в принципе патроны к револьверу это я ставлю для самых серьезных битв серебряные пули против привидений малого калибра используешь потом прикалываешь их мечом окей мечей только нет гирка говорят хорошее оружие но как вы видели я попробовал мне больше понравилось топором у топора очень удобный и сильный удар именно вот сильный удар топором который плюшки лучше чем топор но они очень быстро ломаются то есть их не продуктивно брать с собой так что в принципе пока что я думаю оптимально так тут у нас еще одна свечечка цепочку блин не станет и сумочка ключики так вот это я думаю надо будет взять в этот раз нет потому что мы идем в мир квартир я уверен в этом на сто процентов проездной билет это нам не понадобится кассета освежеводый майк мы уже слушали хорошо окей сломанный медальон так а сломанный медальон он типа не исчезает он так и будет тут или он не до ломан до конца не знаю пока в принципе это мы больше брать ничего не будем меня честно радует что медальонов осталось так много потому что они реально помогают так мы уже играем по сути больше 8 часов если взять чисто геймплейное время и убрать все то что я там допустим матерился первый раз пытался убить призрака это был реальный рейдж так хорошо кстати говоря оказывается что из pc версии довольно много вещей убрали которые были версия для playstation 2 допустим где-то там в шкафу мог стоять призрак или что-то другое или он пока может стоять как видите я уже осведомлен немного о том что происходит в этой игре вот сюда заглядываем можно увидеть призрака в пк-шной версии вроде как такого нет это печально но по сути это konami она всегда больше любила консоли номер один десять серде номер два десять номер три десять сердец номер четыре десять сердец стив гарл номер пять десять номер шесть десять номер семь десять сердец били лукейн номер восемь десять сердец мирям лукейн короче одиннадцатый пустота темнота хорошо это ничего не говорит честно интересно сколько их всего вообще этих писем я понимаю что все найти очень сложно во время первого прохождения как у меня ну я старался получилось довольно много так хорошо мы сохранились в принципе я думаю готовы двигаться дальше я надеюсь я нельзя не зря взял с собой ключи потому что хочется мне чтобы двери были открыты чтобы все было так просто хотя сейчас знаете вы мы можем туда попасть и там уже может быть финальная битва или нам придется бегать сто раз там но уже новые ключи нужны будут для всего этого так а снизу что-то мне там совсем не нравится то что видите там в левом углу лапна не важно и знаю я знаю все очень плохо я кстати не и полно мать это самый страшный манекен который его своей жизни хотя манекенов я бы навидался просто пипец сколько вы посмотрите на этот же офигеть и смогу ли я получить интересно хорошую концовку в полуслепом прохождении сайлент хилла второго допустим получилось но здесь стоп что ты делаешь все похоже айлин сейчас уедет и будет самая плохая концовка да офигеть вы это видели у нее вселился кто-то что ли на фонаре если так будет продолжаться я ее довольно быстро потеряю она забьет себя к чертовой матери встань ты на свечку пожалуйста нет мне почему-то кажется что что мы справимся свечка очень долго догорает да смотри по сути с нее проходит это все но если прошлое свечка не сильно нам помогла то кто да что то узнает потихоньку горит подождем я больше не хочу повторения такого честно говоря никогда больше ни разу за игру так окей дождаться полностью когда горит или двинуть еще бы она не лезла под удары что что айлин так жаль что вообще в чем смысл этих свечек если они не излечивают ее до конца то есть это излечение временно понятно что любители глубинного смысла увидят во всем этом определенную крутоту но какого черта блин вообще это странно по моему на земле лежит дневник сегодня мне снился странный сон про человека с длинными волосами в плаще он плакал и снова искал свою мать я видел этого человека в плаще 10 лет назад в этом здании он шел вверх по лестнице нес какой-то тяжелый инструмент старого вида миску и сумку из которой капала кровь после этого я его больше никогда не видел но несколькими днями позже соседи пожаловались на то что слышали странные звуки доносящиеся из предположительно пустой квартиры 302 я решился осмотреть комнату 302 и нашел там следы того что кто-то был внутри но больше ничего странного но именно тогда все это началось я все еще слышу странные звуки доносящиеся из окон квартиры 302 Сандерленд ах интересно кем этот Сандерленд приходится тому Сандерленду являясь ли он вообще родственником или просто однофамильцем я не верю в такие совпадения спасибо за свечку подожди а это нет а нет это не наша хотя очень похоже на нашу квартиру нет это наша квартира это по-любому наша квартира почему тут так много свечей тут есть старая книга с картинами и красная книга когда-то жили ребенок и мать которые были соединены магической пуповиной но в один день эта пуповина была перерезана и мать уснула ребенок остался один но ребенок нашел себе множество друзей в доме желаний все были добры к нему ребенок был счастлив его друзья рассказали ему как можно разбудить его мать господи так что ребенок сразу же отправился чтобы разбудить ее но его мать не просыпалась несмотря на все его старания его мать все равно не просыпалась потому что он потому что то что он пытался разбудить было дьяволом ребенок был обманут бедный ребенок Все плакал и плакал. Когда он думал о своей матери, он вспоминал то чувство, когда он еще был соединен с ней через магическую пуповину. Как раз тогда упал луч света с небес. Свет был очень теплый и принес ребенку приятное чувство. Ребенок посмотрел на свою руку. Он увидел, что на ней лежит магическая пуповина. Господи, как это мерзко. С магической пуповиной в своей руке ребенок уснул счастливым. Это было реально не очень. Осмотрите на квартиру. Тут, в принципе, обстановка, конечно, другая, но при этом понятно, что квартира – это именно наша. Я не сомневаюсь, что это наша квартира до нашего заселения. Красный том. Та, которая зовется Святой Матерью, не святая даже на капельку. Пришествие Святой Матери – ничто иное, как пришествие дьявола. То, что называется двадцать первым таинством, тоже далеко не таинство. Двадцать первое таинство – это не что иное, как двадцать первый грех. Дать жизнь миру греховности внутри благословленного мира нашего Лорда есть богохульство и работа дьявола. Если ты остановишь пришествие дьявола, то ты должен зарыть часть плоти Матери Колдуна вместе с истинным телом Колдуна. Ты должен проткнуть плоти Колдуна во семью копиями пустоты, тьмы, мрака, отчаяния, искушения, источника наблюдения и хаоса. Сделай так, и оскверненное тело Колдуна станет таким, каким оно было раньше. Сделай так во славу нашего Лорда. Восемь копей. Так, я не могу посмотреть к Алине. Алине, кстати, реально полегчало. Я не могу взять ни одну из этих свечей, да? Прикольно посмотреть, как квартира выглядела, когда в ней жили нормальные люди. Ну, как нормальные. Просто, ну, поняли, по сравнению с тем, что там сейчас происходит. Это выглядит довольно опрятно. И видно, что пока что никакой особой чертовщины тут не наблюдается. Так, ну, на самом деле, мне это все не нравится. Подожди, неужели там ничего нет? Это же просто очевидное место для какой-то вещи. Ну, там ничего нет. Идти ли в свою комнату? Я боюсь. Ого! Странно. Это клочок красной бумаги. Я не могу разбить стену. 3 августа, Джозеф. Когда прозвенит колокол, Элин равно тело и кровь матери. То есть, когда прозвенит колокол, мать вселится в тело Эли. Или как? Я все правильно понял? Кровавый том, ты должен зарыть часть плоти матери колдуна вместе с истинным телом колдуна. Часть плоти равно комнату управляющего? 5 августа. Интересно, девки пляжут. Что значит зарыть? Что случилось с комнатой? Она вся покрыта кровью и ржавчиной. Это моя комната. Но что, черт возьми, с ней случилось? Эта комната? Это действительно моя комната? Она в ужасном состоянии. Воздух слишком тяжелый. У меня болит голова. Жуть. Похоже на лицо. Что? Черт возьми, я пишу. Тихо, 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 тихо. Будь здорова. Так, эти свечки мы взять не можем, к сожалению. Печально. Свечки бы мне не помешали, особенно в таких количествах. Они же святые, наверняка. Почему я не могу их взять? Скорее всего, потому что Генри ощущает, что это все эфемерно. Смотря здесь, он пытался сломать стену, выбраться отсюда. Но не мог. Ворота в ад. Почему я должен разрушить эту стену? Секунду. Да, блин. Это не профессионально. Извините. Так, хорошо. Подожди, нет. А тут что? Это что-то лежит? Бедная Лин. Так, и из своей квартиры мы попадаем в свою квартиру. Это очень странно. У меня с собой свечки даже нет. Что-то есть подозрение, что... Что мне свечка понадобится. И что, когда я говорил, что мы попадем в мир квартир... Ой... Картина, говорю, квартир. Мы попадем сразу куда-то в такое место, где нам не понадобятся эти ключи. Что второе посещение будет короче. Так, ну пока что обновлений особых я не вижу. Зато можно сохраниться и взять с собой один амулет. Нормально так. Так, хорошо. Давайте возьмем амулет. Может пистолет выкинуть? Хотя нет, пусть будет. Так, амулет, пожалуйста, сюда. Или не брать уж. Я что-то не знаю. Просто мечусь. У меня слишком ограничен я в припасах. Но я думаю, там мы еще найдем. Поэтому пусть будет. Не, ничего. Хорошо. Что ж, пойдем. Я не знаю, куда мы сейчас попадем. Ну, наверное, туда же. Но зачем мы вообще туда пришли? Я не понимаю. Нам просто продемонстрировали. Это квартира. Что-то картину хочу сказать. Не знаю. Заговор какая-то просто. Так, хорошо. Что? Это чья тень? Какой? И тем? Я не знаю. Это было не так, чтобы это было так далеко. Я расскажу вам что-то об этом, Валтер Солнце. Когда он был маленьким, он начинал думать, что мой партнер был его родственник. Он решает избавиться от этой страны и корруппы в этом мире. Воскресенье, он знал, что 21 сакрамины, единственная способность пурить ее. Он затем совершил церемонию, и создавал этот свистый мир. Теперь он станет ничего более чем, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я смею вас заверить, что она будет именно последней. Даже если она будет сейчас, в следующей серии я игру добью. Мне просто интересно уже за один приход будет ее. Надеюсь, вам тоже будет интересно посмотреть следующую серию, финал, концовку за один приход. Потому что это было реально очень долгое путешествие и очень интересная, крайне своеобразная игра. Реально интересная, реально не похожая ни на что. Я не видел ни до, ни после, ни одной игры, которая была бы реально настолько необычная, настолько леворезьбовая. И при этом сделана с таким бюджетом, с таким старанием, с таким талантом. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok